ребята всем привет я ушла в тень чтобы записать для вас видео о том как сделать красивую ягодичную форму это будет первый вариант который вы выбрали которым будем рассматривать и потом мы с вами позже рассмотрим как вообще нарастить ягодицы начнем с того что вы выбрали не так предположим что у вас уже есть какой-то обхват который вам нравится и вы просто хотите чуть-чуть подсушить и сделать красивую форму то есть быть чтобы ягодицы были в тонусе и вам нужно соблюдать здесь несколько правил о питании я вообще не буду говорить потому что это само собой разумеющийся когда вы занимаетесь силовым видом спорта даже не силовым легкой атлетикой вам нужно есть белок 1 грамм на килограмм веса то есть если вы весите 55 килограмм то белка вам нужно есть 55 грамм в день это минимум то есть один полтора до двух грамм белка на килограмм веса чем интенсивнее у вас нагрузки чем тяжелее тем большим количеством белка нуждается ваш организм без этих условий к сожалению ваш поп будет долго приходить к идеалу но если вы выполняете свое питание восполнять свой организм 7 витаминами микроэлементами и белком то в принципе достаточно быстро ягодицы начнут формироваться и так поговорим о том что должно быть самое самое важное самое первое самое первое самое первое что я хочу выделить в этой теме это многоповторка у вас должно быть все упражнения например вот я вам вчера скидывала анатомию то есть три важных пластически важных мышцы на которые мы делаем акцент ради красоты это малая большая средняя годичная и знаю какая у них функция вы подбираете себе упражнения я вам скину сюда топ упражнений для каждой ну как мне кажется они очень рабочие и вы тоже попробуйте может быть пробовали вот и кстати может быть и вы добавите какие-то свои я вам скину для каждой мышцы то есть топ упражнений для каждой мышцы дальше когда у вас есть список упражнений которые вы хотите делать или тренировочный план я советую качать ягодицы если мы говорим о форме раз минимум раз в неделю и лучше два раза в неделю например в понедельник и в пятницу то есть перерывом где-то в три дня три в четыре дня между тренировками на ягодицы и тренировки должны быть разными потому что чем различные разнообразные упражнения вы делаете тем лучше мышцы откликаются они не успевают привыкнуть вы всегда получаете хороший мышечный отклик и так никогда у вас есть определенные упражнения которые вы хотите попробовать и сделать вы должны написать количество подходов и количество повторений и для формирования то есть не для наращивания именно для того чтобы у вас формировалась мышца вам нужно работать это мое мнение в многоповторке то есть вы делаете количество подходов от 4 до 10 и количество повторений от 15 до 100 может быть доходить в зависимости от того какое это упражнение и здесь следующий момент вы не работаете с тяжелыми весами у вас всегда либо собственный вес тела особенно если вы вообще не занимались если вы уже такой продвинутый пользователь тренажерного зала вы можете взять небольшие веса это где-то до 15 наверное килограмм и с ними работать в моей практике и для меня самой очень круто всегда работали резиновые эспандеры вот такие резиночки которым масса упражнений существует с ними и вот я их рекомендую и упражнения которые я вам скину там будут тоже много вот этих резинок потому что они классно формируют то есть смотрите для формирования вам нужно делать много повторений и легкий вес и важно еще также соблюдать правила это нейромышечная связь вы должны не только технически верно выполнять упражнения чтобы не навредить себе но и также чувствовать мышцы то есть если вы делаете какие-то упражнения которые направлены именно на большую ягодичную то вы должны чувствовать большую ягодичную если вы работаете на малую ягодичную вы должны суметь почувствовать малую ягодичную и такой лайфхак и нюанс как включать ягодицы если у вас все фигово с этой нейромышечной связью вообще не понимаете зачастую вот свой тренерский опыт скажу девчонки качают им просто тяжело у них просто там что-то жгется да но они не понимают вообще что это где это где-то там где-то там это работает окей но я вам хочу сказать что вы должны все равно тренировать вы прям прожимаете может быть даже без веса это чем лучше вас будет вот эта нейромышечная связь то есть мозг мышца тем качественнее и тем быстрее вы придете к результату на самом деле все просто вы ходите и встаете на пятку всегда когда вы давите на пятку в любых выпадах любых приседаниях всегда пятка ягодица если вы встаете на носок работает бедро переднее если вы давите на пятку включается задняя поверхность бедра и ягодица все очень просто то есть мой вам совет это улучшать вот эту нейромышечную связь то есть просто зажимайте ягодицы когда вы поднимаетесь на ступеньках в обычной повседневной жизни вставайте на пятку делайте какие-то выпады на пробуйте самое крутое упражнение забегая вперед скажу это не присед это выпады именно для ягодиц делайте какие-то выпады пробуйте вставать и давить с пятки и чувствуете работу именно ягодиц и при хорошем таком подходе у вас уже на следующий день будет как характерно чувствоваться ваша пятая точка которую вы качаете это всегда будет работать